Всем доброго времени суток, друзья! Данное гадание личное. И сегодня в этом гадании мы будем рассматривать отношения с бывшим партнером. И, соответственно, искать пути решения и попытаться лучше понять, как складывается ситуация и как из нее сейчас было бы благоприятно выходить. Первый вопрос, который поставил вопрошающий, это когда помогут высшие силы избавиться от зависимости к бывшему мужу. Но сразу я могу напомнить, что вопрос, когда второй некорректный, мы должны обозначать период. То есть в ближайшие полгода по данным раскладам помогут ли в ближайшие полгода высшие силы избавиться от зависимости к бывшему. То есть есть ли действительно помощь и будет ли в обозначенный период помощь со стороны высших сил в этом вопросе для вас. Следующий вопрос, каким образом это может случиться? То есть вот эта помощь, каким образом она придет? Какая у вас есть защита от влияния сладкой парочки, задуманной вами условно так назовем этих людей? Каким образом вам оградить себя и своих детей? Следующий вопрос, какая ситуация будет послана вам для той же цели? То есть чтобы оградить себя и своих детей. Слетит ли с бывшего приворот в ближайшие полгода, который был сделан? Каким образом вы узнаете, если он слетит? Как откат магии изменит жизнь Соколовой? Ну вот здесь, конечно, лучше рассматривать подробно данный расклад. То есть что человеку будет, что человеку не будет, как грамотно выстраивать откат и прочее. Ну мы, в принципе, на общий вопрос, общий ответ дадим. То есть какие варианты могут быть действительно отката в жизни задуманного человека. Какое ждет возмездие или наказание упёртую женщину, о которой идет речь в данном раскладе? Будет ли разрешение данной проблемы в течение ближайших 6-8 месяцев? Это опять по срокам. Саечка за испуг. Почему так затянулся данный горди и фузел? То есть причины затянутости данной ситуации, что наиболее мощное имеет влияние на это? То есть это какое-то влияние конкретного лица? Если да, то оно у нас покажется. Если это не влияние конкретного лица, а сама ситуация, то здесь вот будет опять же показана причина. Ну и бонусом от меня совет карт, как вам действовать в отношении задуманной дамы. Бонусом положим данную позицию. Давайте посмотрим, в ближайшие полгода помогут ли высшие силы избавиться вам от зависимости к бывшему мужу. И каким образом это может произойти? Да, вам дарят постоянно такую возможность, как будто бы. Но опять же, вы знаете, очень интересная методика, как помогут. Ну вот здесь вот было бы интересно. То, что на первый вопрос ответ, да, однозначно, это конечно мы видим. То есть в ближайшие полгода, да, по поводу бывшего мужа и опять же по поводу всей этой ситуации, связанной с ним, вас может ожидать большой подарок, который действительно будет ощутимым и который вы можете получить. То есть здесь ложится в принципе одна из самых благоприятных карт колоды, которая говорит о том, что да, такая возможность будет и такая помощь будет предоставлена. Другой вопрос и самый важный, пожалуй, вопрос, как вы будете принимать эту помощь? Увидите ли вы этот шанс? Заметите ли вы его? То есть вот здесь вот нужно, конечно, отключаться именно от внутренних каких-то таких, знаете, волнений и постараться иногда вот со стороны как-то трезво смотреть на ситуацию для того, чтобы лучше понимать, что происходит и лучше видеть какие-то шансы. Следующий вопрос, как помогут избавиться от зависимости к бывшему мужу? Ну вот здесь вот можем мы сказать, что вообще карта, конечно, ложится очень жесткая и, честно говоря, надо, конечно, доставать дополнительные арканы. Вы знаете, во-первых, карты говорят о том, что сам по себе данный человек не хочет и не будет в ближайшие полгода принимать каких-то решений, но для вас выходом является и как именно можно помочь высшим силам в данной ситуации. Я процитирую их ответ. Они убьют прошлое. Что значит убить прошлое в данном случае? Ну я как-то вот, честно говоря, затрудняюсь ответить. То есть карты могут показывать, что именно через убийство, в кавычках, конечно, мы не призываем никого тут физически убивать. То есть именно через убийство прошлое, ну вот здесь вот какая, видите, карта у нас нехорошая, опять же, выходит. То есть карты говорят о том, что либо это действительно полное вычеркивание из своей жизни определенных вех прошлого, либо это действительно, скажем так, какой-то момент судьбы, когда вот бывает тянется, 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 тянется и потом вдруг резко отпускает. Просто в одно прекрасное утро просыпаетесь и понимаете, что все, вот чего-то больше нет. И вот такая вариация с вами возможна. При этом действительно дается вам ту спинтакли, однозначно есть хорошая поддержка, хорошая помощь от судьбы. Но вот как помогут, как помогут высшие силы? Убьют прошлое. То есть нельзя здесь в данном случае восстанавливать то, что было. Нельзя человека затягивать, например, обратно по таким арканам, когда выпадают. Здесь нужно просто именно принимать то, что произошло и как бы ставить крест на определенных вещах в жизни. Какая у вас защита есть от данной сладкой парочки? Ваша защита это ваши дети. И защита у вас действительно в принципе хорошая. Защита бытового характера, будем так говорить. То есть здесь мы пока что в данной карте не видим магии, но может быть допы что-то нам прояснят. Вы знаете, есть два варианта. То есть либо это защита, это может быть, как ни странно бы это звучало сейчас, сын. Или сын и дочь, то есть дети. Потому что здесь два, опять же, могут выходить помимо всего прочего ребенка. Но есть еще один интересный нюанс. Сможет появиться в ближайшие полгода в жизни мужчина, который как будто бы станет какой-то опорой и защитой. Какого рода могут быть отношения, непонятно. Но здесь два варианта. Либо это ваши дети от данного мужчины, о котором сейчас идет речь. Либо это новый человек в жизни, который как будто бы вас, знаете, своей энергетикой как будто бы закрывает. Но это мужчина при этом. То есть что из этого хороший вопрос. Если мы берем вопрос на сегодняшний день, какая есть уже, то какая есть, это дети от данного человека, дети от бывшего. Может быть, случается даже так, когда дети берут что-то на себя, не допуская перехода его на вас. То есть вот, опять же, есть определенные моменты. Если в доме что-то творится странное с животными или с детьми постоянно, то может это быть сигналом того, что более мелкие существа, в прямом смысле этого слова, физически мелкие, могут брать на себя определенные вещи. Следующий вопрос будет у нас, каким образом вам оградить себя и своих детей. Ну, вы знаете, здесь все-таки ложится карта, которая говорит, в первую очередь вам нужно выписать свои страхи действительно просто на бумагу. И вот эти страхи оставить в этой бумаге и не распространять их на детей. Кстати, карты говорят о том, что вам может быть послан действительно суд. При этом суд может быть действительно обычный суд наш государственный, который сможет действительно вас избавить от определенных страхов по поводу того, что связано с детьми. Следующий вопрос, это какая ситуация вам будет послана для того, чтобы оградить детей. Ну, ситуация здесь у нас магическая, то есть ситуация по магии, по карте маг. Вы можете либо своими умелыми действиями и манипуляциями, если мы говорим на бытовом уровне, то это какие-то ваши действия на бытовом уровне, которые сделаны вовремя, там, где нужно и так, как нужно. Либо это в прямом смысле слова магическая защита, которая может устанавливаться. Защита, да, которая может быть связана, кроме всего прочего, еще и с водой и, возможно, даже с какой-то поездкой. Но если на бытовом уровне, то мы все-таки смотрим здесь, какая ситуация может быть послана. Вам может быть послана ситуация поездки или переезда, которую вы сможете совершить вовремя и отстаивая свои права. Это на бытовом уровне. Следующий вопрос, слетит ли с бывшего приворот, может ли такое случиться. И карта говорит, что да, он может слететь, но при каком воздействии. Опять же, этот приворот будет снимать не сама та женщина, которая снимает, а человек из прошлого. Таким человеком из прошлого можете являться вы. Скованный временем человек из прошлого. Ну, опять же, ложится у нас сама карта приворота, которая говорит о том, что, в принципе, снять приворот можно. То есть, он поддается снятию. Здесь говорить о чем-то таком ужасном, вообще катастрофически не снимающемся нельзя. Но, опять же, хороший вопрос, а что вы увидите под этим приворотом, какую реакцию человека и какой его истинный взгляд на мир вы увидите. То есть, в основном, многих останавливает от чисток и всего прочего именно та ситуация, что женщина или мужчина бывают не уверены в результате, который есть в душе партнера. То есть, например, может быть такая ситуация, что снимается приворот, а под ним вы видите уже искаженную психику и определенное отношение к вашей сопернице. То есть, приворот может слететь, его можно снять, он даже может каким-то образом, конечно, слететь сам, но это в ближайшие полгода не произойдет, если сам. Можно просто сидеть и грустно ждать, да, от моря погоды надеяться на лучшее. Но при этом, что там будет под ним, это хороший вопрос. Следующий вопрос, это как вы об этом узнаете, если такое чудо случится? Вы узнаете по эмоциональным проявлениям, вы узнаете по своим ощущениям, чувствам, то есть, именно эмоциональному фону вашему. И по эмоциональному фону самого, конечно, вашего бывшего, об этом вы узнаете. Также может быть в таком случае истерика со стороны вашей соперницы. То есть, она может начать пытаться вам излить свою душу, попробовать с вами поговорить. И вот здесь могут быть, конечно, карты, которые отвечают за то, что если есть кто-то из старшего поколения, то, опять же, этот человек может выразить какие-либо эмоции по данному поводу. Также вы можете увидеть в виде подарка. То есть, человек может, например, прийти и что-то принести в дом. Но принести именно уже самостоятельно, как-то искренне, а не как будто бы передавая что-то с подкладом. Следующий вопрос. Как откат может изменить жизнь задуманной дамы? Он может ударить по ее работе, он может ударить по ее делам и финансовой сфере. Но одно здесь можно сказать, что грамотно выстроенный откат будет работать и может разрушить сильно материальное благосостояние. Также каким-то образом может повлиять на недвижимость, на квартиру, дом или на планы приобретения недвижимости. Может быть такое. Но это вкратце как бы то, что по одной позиции можно сказать. Потому что у нас показана наиболее мощная, скажем так, волна, в какую сторону пойдет. Но при этом, опять же, можно смотреть, что будет для образа мышления, что будет для чувств, что будет для любовных отношений, что будет для финансов, что будет для карьеры, что будет для здоровья и прочее. То есть, это можно рассматривать отдельно. На сегодняшний день мы видим разрушение работы, невозможности. И вполне может быть такая ситуация, приобрести недвижимость или неприятности с уже имеющейся недвижимостью. Но, собственно, сама по себе башня, это слово на букву Ж, оно может коснуться любой сферы жизни и в том числе здоровья. Но в данном случае у нас четкое пояснение о том, что это будет влиять по линии работы и будет влиять именно по финансовым каким-то вопросам. Какое возмездие ждет или наказание данную женщину? Ну, здесь можно сказать, что вот тут, опять же, мы можем говорить о том, что ударит по состоянию ее семьи. То есть, ее муж нынешний, опять же, ваш бывший, может включиться в новый любовный треугольник. И вот здесь вот мы, опять же, видим следующие моменты. Здесь может быть именно по линии женского здоровья наказание. То есть, именно то, что касается женских, так скажем, называемых органов. Груди, органов малого таза и прочих, прочих, прочих подобных вещей. В том числе и эндокринная система здесь может сработать интересным образом. Но в данном случае, конечно, больше карты говорят о том, что она может почувствовать себя безумно одинокой в связи с тем, что человек, в связи с тем, что ваш бывший, а ее нынешний по совместительству, может завести себе новые отношения. Вот какие это будут отношения, это хороший вопрос. Но это, опять же, мы смотрим, если действительно какое-то магическое действие свершится, то тогда что происходит. То есть, мы берем за аксиому, что такое действие происходит. Следующий вопрос. Долго ли ждать разрешения этой проблемы, которую мы перефразировали и задали на ближайшие полгода. То есть, при имеющемся стечении обстоятельств, при том, что вы делаете или не делаете на сегодняшний период, в ближайшие полгода, как минимум в ближайшие 4 месяца, ситуация не разрешится. Потом, опять же, что вы имеете в виду под полным разрешением данной проблемы. Конкретно, как вы хотите видеть это разрешение. И, опять же, в данном случае ваши цели какие-то могут быть достижимы, какие-то нет. Почему, по какой причине так затянулся вот этот гордий и фузел? Ну, вот вообще правильно очень вы сформулировали. Гордий и фузел. Да потому, что все ищут своего самоутверждения. Все ищут признание своей состоятельности как личности. И никто не хочет поддаваться. Мало кто хочет идти на компромиссы. Все хотят одержать победу в данном случае. Поэтому изначально и начал затягиваться, и продолжает затягиваться данный гордий и фузел. То есть, никто не хочет ничем поступиться со своей стороны. Все пикируются, все стараются, можно так сказать, съязвить в общении. Ну, и, конечно, вот у нас почему затянулся еще и магическое воздействие. Действие здесь у нас косвенно выходит. То есть, здесь именно и сочетание действий людей, сочетание характеров, когда никто не хочет уступать, и каждый ищет какого-то своего самоутверждения в свершившейся ситуации. Но плюс ко всему, это действительно может быть еще и влияние магии, которое также может действительно затягивать данный узел. Ну, и следующий вопрос. Здесь совет, опять же, у нас, что делать по отношению. К дамочке. Здесь ложится карта, которая говорит о каких-то финансовых тратах с вашей стороны. Может быть, это какие-то оформления бумаг, например, по делу. Но в любом случае, карты говорят о том, что вам те траты, которые вы сейчас несете, и те, может быть, даже убытки и какие-то финансовые крупные моменты, да, вам их нужно менять. Вам нужно срочно изменить отношения финансов и менять их не для того, чтобы действовать во зло, а для того, чтобы действовать на благо. То есть иногда, когда вы идете по пути какого-то благоприятного, попытки благоприятного общения, но при этом хитрого, для вас ситуация складываться может лучше, чем если вы будете идти в лоб как рыцарь, да, там полбу кому-то постучать этим жезлом. Если вы будете стараться агрессивно действовать, то в таком случае ваши деньги могут улететь зря. В данном случае, вот смотрите, борьба, да, выпадает у нас. Вот эта борьба, она должна быть достаточно хитрой и в соответствии с вашими возможностями, то есть никаких агрессивных выпадов, никаких, скажем так, истерик с заламыванием рук и каких-то мощных всплесков эмоциональных здесь быть не должно в данном случае. То есть здесь нужно изменить стратегию поведения на 180 градусов и действовать более дипломатично, более хитро. И при этом даже, может быть, если будут какие-то конфликты, какие-то, скажем так, перепалки, то не задевать за самое живое, не говорить каких-то таких вещей, которые человек не сможет вам простить. Причем здесь я имею в виду не то, что вы будете с соперницей общаться, а здесь я имею в виду то, что даже про соперницу, если вы будете говорить что-то бывшему, то думайте, что вы говорите, потому что вот определенную черту переходить нельзя в данном случае, иначе вы ухудшите свое положение в создавшейся ситуации. Ну а я желаю вам терпения, благополучия, удачи, до новых встреч, до свидания.